Привет! Сейчас готовлю детям завтрак и думаю сниму еще раз свой любимый рецепт. У меня уже есть на канале рецепт сырников, но там была мука ореховая и эти сырники больше подходили под кето-вариант. А если взять обычный пп-вариант сырников, то нам понадобится творог, у меня кстати домашний, 2 яйца, я беру рисовую муку, мне очень нравится как она себя проявляет в выпечке и особенно в сырниках, и как всегда дынный сахар эритриол. Ну и как обычно смешиваем творог с яйцами и с мукой. Я добавляю 2 столовые ложки с горкой муки. Еще кстати вспомнила, что очень вкусно, если добавить немножечко сметаны, это придаст нежности сырникам. И теперь мокрыми руками формируем сырники. На самом деле скажу, что разница между пшеничной и рисовой мукой только в том, что рисовая не содержит глютен. А так, в принципе, это тоже самый крахмал в чистом виде, который имеет очень высокий гликемический индекс. И выкладываю сырники на сковороду, немножечко смазанную кокосовым маслом. Кокосовое масло лучше всего подходит для жарки, поскольку оно очень хорошо выдерживает высокие температуры. Смотрите, какие красавчики получились. Добавим сметану и пару ягодок для красоты. Вкусный, полезный и очень красивый завтрак готов. Вкусный, полезный и очень красивый завтрак.